Сегодня правительство Чуваши рассмотрело ряд законопроектов, которые предстоит принять в Госсовет Республики. Юлия Важенина подробнее. Самым обсуждаемым стал проект реорганизации городской клинической больницы номер один, что в Чебоксарах. К ней планируется присоединить седьмую больницу. Благодаря этому улучшится качество и доступность оказания медицинской помощи жителям южного поселка столицы. Пациентам станут доступны обследования на современном медицинском оборудовании. Компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика. Они смогут получить консультации врачей дефицитных направлений – проктолога, аллерголога, пульмонолога, гастроэнтеролога. Реализация мероприятий по реорганизации создаст оптимальные условия для их модернизации и повышения качества услуг за счет эффективного использования кадровых технических и технологических ресурсов. Ожидаемая экономическая эффективность от реализации постановления Кабинета министров состоит порядка 5,561,000 ежегодно. В июне прошли публичные слушания по этому вопросу. Большинство жителей южного поселка одобрили проект присоединения. Еще одна важная тема – изменение системы вызова экстренных служб в республике. Едва ли кто-то не слышал про номер 911, используемый в США при чрезвычайных ситуациях. Аналог разработан и в России. Это номер 112. Сейчас пилотный проект опробируется в трех регионах – Астраханская и Курской областях республики Татарстан. Чувашия тоже готовится к включению в эту систему. Сейчас наше письмо, подписанное Иваном Борисовичем, находится в Минкомсвязи России на разрешение использования номера 112. Были три небольших замечания, их устранили. Представители Минкомсвязи должны приехать сюда, изучить нашу всю коммуникационную сеть. После этого должны дать разрешение на использование номера 112. Это, наверное, произойдет у нас во второй половине июля месяца. После этого мы данной комиссии вводим в опытную эксплуатацию систему. Технологический процесс вхождения займет немало времени. По предварительному прогнозу специалистов, это произойдет не раньше середины июня следующего года.